Доброй ночи, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и это традиционный экспресс по статье на этой неделе в Банжи от 13 июня 2019 года. И вот какими новостями делятся разработчики на этот раз. Лорд Саладин вернется в башню уже на следующей неделе, а значит, ивент Железное Знамя начнется 18 июня в 8 часов по московскому времени и продлится до 25 июня. Все фрагменты брони нового Железного Знамени будут добываться через специальный квест. Каждый фрагмент брони за соответствующий этап квеста и каждая награда будет мощной наградой, то есть с повышенным уровнем силы. После получения фрагментов сета они начнут падать вам в матчах ивента из наградных анграм Саладина с рандомным набором перков. Орнаменты первого года работают на новых сетов. Хорошая новость для ветеранов. В броне нового сета могут попадаться улучшенные перки. Новое оружие этого Железного Знамени будет иметь увеличенный шанс дропа из первой наградной анграммы. Новые шейдеры Эмблема и Спэрроу будут выдаваться за некие задания в течение сезона, скорее всего за триумфы. Контракты Железного Знамени продолжат давать знаки репутации ивента, но не будут разблокировать доступ к покупке определенных предметов у Саладина, поскольку теперь, как я уже сказал, работает квест. Буст ранга доблести тоже подрубят на время ивента. Подвели итоги первой недели нового рейда. Всего рейд за неделю закрыла 45 тысяч стражей с копейками, в первые сутки закрыла 535 стражей. Кроме этого, в статье есть интереснейший блок с ответами на популярные вопросы про кросс-сейв и переход. Будет ли бесплатная версия игры Destiny Новый Свет иметь отдельный файл? Нет. Все игроки Destiny 2 конвертируются в новую версию игры с сохранением всего прогресса. Что из отвергнутых попадет в Destiny 2 Новый Свет? Свободное исследование локаций, плейлист налетов, плейлист горнила, гамбит и гамбит прайм плейлисты и частично контент сезонного пропуска. Что из контента отвергнутых не будет включать в себя Destiny 2 Новый Свет? Следующий контент отвергнутых будет доступен только при покупке этого дополнения. Сюжетная кампания отвергнутых, рейды второго года и подземелье, экзотические квесты. Вопросы по кросс-сейву. Нужно ли игрокам заново покупать игру при смене платформы? Нет. Новый Свет будет доступен в Steam, Xbox и PlayStation. А кросс-сейв перенесет все – гир, персов, серебро и каждый фрагмент в инвентаре. Дополнения привязаны к платформе, что означает, что игрокам нужно будет отдельно приобретать дополнения на каждую платформу, на которой он хочет играть. Можно ли при кросс-сейве объединить достижения с разных аккаунтов? Нет. Кроссейв этого не предусматривает. Будет ли введен кросс-плей для возможности игроков с одной платформой играть с друзьями на другой? Нет. Каждая платформа имеет свой пул матчмейкинга, что включает в себя переезд игрока из батлнет в Steam. Миграция означает полный перенос всех достижений, статистики, опыта и валюты, что были на аккаунте единоразово и без возможности отмены действия. Могут ли игроки предзаказать Обитель Теней сейчас в Steam и потом перенести свой прогресс из батлнет? Да, вы можете купить Обитель Теней сейчас, а потом переехать. На этом все. Спасибо за просмотр. Счастливо!